В начале песня о здоровом образе жизни. Так ученики 17-й школы приветствуют участников всероссийского семинара. 140 человек из 34 регионов страны собрались в Мордовии на двухдневный семинар. Им предстоит обсудить, как расти детей активными и здоровыми, принимать такое масштабное событие республике доверили не случайно. В республике Мордовия уделяется достаточно хорошее внимание со стороны правительства, со стороны министерства образования, глав администрации сохранению здоровья детей. Создаются условия, среда обучения, воспитания детей. Беречь здоровье и любить спорт детей должны учиться в школе и даже с детского сада. Еще один важный аспект – правильное питание. Более 15 лет в Мордовии в этом направлении ведется большая работа. Школьные столовые оснащаются временным оборудованием, прорабатывается меню. Возможно, с 1 сентября ученики начальных классов республики одними из первых в стране будут питаться еще и бесплатно. Мы к этому готовы. Мы заявились. Заявились. Основные документы, не основные, а весь пакет документов мы передали. И я думаю, мы войдем в те регионы, которые будут реализовывать или будут работать как экспериментальные регионы, экспериментальные площадки с 1 сентября текущего года. Просто создать комфортные условия мало. Важно, чтобы педагоги вдохновляли учеников своим примером. О пользе спорта, говорит, нужно не только на физкультуре. Приучать к здоровому образу жизни можно и на литературе, и на физике. Участники конкурса «Учитель здоровья России» доказывают это вот уже 10 лет. На семинаре они обменяются опытом с коллегами из других регионов. Такое общение – отличный стимул для профессионального роста. Конкурс дает в первую очередь опыт, новые знания о том, каким образом работают другие педагоги, как коллеги развиваются в этом направлении сами. В первую очередь основная самоцель – это сохранение здоровья и педагогов, и обучающихся. Это стратегическая задача любой образовательной организации. Естественно, возвращаясь обратно с конкурса, педагог в первую очередь стремится по максимуму использовать здоровье, заберегающую технологию своей профессиональной деятельности. 13 марта в рамках семинара проведут открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия, открытые родительские собрания. Всероссийский семинар проходит во второй раз. В прошлом году он показал свою эффективность. Желающих поучаствовать в конкурсе «Учитель здоровья России» стало больше, а уровень подготовки участников выше. Ольга Данилова, Андрей Просвиркин. Народные новости.